всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди добро пожаловать на обзор варкапа под номером двести тридцать четыре карта dance space space rocks вот это все здесь я конечно просрал текстуру в общем-то карта у нас из рефлекс рейса дональд один из игроков собственно рефлекс рейса любезно для меня ее скомпилил я ее засунул в радиант растекстурил некоторые моменты подфиксил и в общем то вот мы на ней поиграли на варкапе давайте начнем посмотрим здесь у нас два телепорта и сразу же на что стоит обратить внимание это то что вокруг нету япон клипа то есть можно просто взять и кинуть ракету наперед как бы это очевидно плюс можно сюда просто залезть и в любую собственно почти стену сразу закинуть рогер это касается и в кутре и cpm так что я думаю ракете наперед больше возвращаться не будем будем смотреть только такие обычные так скажем робот два телепорта у нас который выведут нас собственно относительно своей стороны кому как удобно в эти дырочки у нас упасть кстати можно да да можно упасть но надо постараться конечно да если кто падал ребят сорян сорян но я думаю никто не падал а если вы скажете что палал то вы врете в общем-то рокет ранчик достаточно короткий всего на 9 10 секунд ну кому как но типа в среднем возьмем 11 даже никому обидно не было в общем-то стены 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 здесь у нас рампы все будет зависеть от вашего спейсинга так запись у нас все хорошо здесь я поставил пасхалочку что это да мне сделал как бы карта дано я думаю ему было приятно таки а я вообще не помню как у меня такая аустро получил слышу прикуп в общем то здесь у нас все рампы 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 как бы карта достаточно прямолинейная тут единственный вопрос будет только в том чтобы подобрать себе спейсинг удобный для себя сюда также поместил что рефлекс тим дональд шар кости он тут с акулкой логрей дан собственно сам маппер и некоторые игроки которых я постоянно вижу в рефлексе и вот таким путем я ее прошел за минуту 11 по сути на этой карте нужно стрелять практически в каждую стену если вы не очень хорошо отстреливаетесь то вам надо будет отстреливаться в каждую стену даже нет нет даже если все по среднему отстреливаться все равно будете стрелять там через стену но это иду не критично вот мы немножко пострелили уже двенадцати три пожалуйста то есть карта не сложная что хочу сразу отметить какие ошибки в любом случае будут у игроков на мой взгляд основная фишка таких карт вообще фрейм отрочных коротких карт основная фишка прям не в роуте не в том как вы отстрелились по сути на не это тоже важно я не просто не акцитирую на этом сейчас внимание основная фишка в том чтобы отстреливаться по кулдауну если вы немножко замедлили время отстрела то есть оттянули кулдаун да немного уже минус уже минус что я имею ввиду конкретно я имею ввиду в общем то я не буду сейчас затрачиваться и показывать в общем то суть примерно такая что должно выглядеть так будто вы зажали mouse 1 или на что вы стреляете мало ли там на control на alt на enter и не за и в общем то проходите карту то есть отстреливаться нужно максимально максимально быстро максимально рано как только вам этот уроке позволяет сразу же отстреливайтесь и 12 7 бывайте а также приличие хотя бы опять же стены кстати использовать можно разные и тут слову для дефрага очень удобненько вышло в том что для более таких медленных игроков у нас вот эта стена очень юзабельна в цпм по крайней мере а для более скиловых они по сути не успевают к этой стене подлететь если мы идем как бы с внешней стороны да вот этой арки про игроки они будут ну сильные так скажем не про сильно это у нас сейчас некоторые зазнаются там про игроки сильные игроки у нас будут отстреливаться в эту стену но и дальше естественно без вариантов отстреливаться по стену по стену по стену дальше у нас тоже грубая по спейсингу выбираем себе либо вообще стреляем в обе стены ну вот в общем то такая карта конечно желательно использовать еще и рампы как бы да потому что при падении с такой высоты падая на рамку с хорошим углом можно получить там у псов 100 200 а то и больше и это достаточно такой хороший плюс на самом деле что по поводу запуска давайте все-таки тогда расскажу в общем-то пускать как как говорила не с георгиевна пускать можно две ракеты на две ракеты слишком дрочь не знаю куда там вторую она хочет себе пустить но первую единственную я пускал вот в эту стену примерно в край с учетом что я ну таймил я ее следующим образом я запускал прыгал делал небольшой полукруг чтобы приземлиться в телепорт не сверху а как бы чуть-чуть спереди чтобы не снова тайминг когда соблюдать чуть-чуть спереди то есть прыгаю немножко окипаю триггер попадаю спереди в телепорт и начинаю спамить ракеты чем лучше я проспамлю естественно тем лучше я и оба чем тем быстрее я доберусь давайте попробуем ну почти то есть у меня было там 1800 да по прыжкам должно быть 1200 должно быть 2000 и по идее тогда все у нас нормально сходится вот опять же почти ну то есть это надо придрачивать это надо привыкать к особенностям карты я ее ну грубо говоря по полнедели вот это я не играл ну и в принципе и так и полчаса поэтому я не лучший пример чтобы именно показать я думаю мы увидим это в цпм и выку 3 точно также можно запустить ракету наперед на выку 3 а выку 3 по моему даже туда же можно запустить сразу выходить в телепорт и собственно ловить ее я ее даже сейчас мог бы словить выку 3 примерно так и выглядит выку 3 по дорожке выку 3 я могу сказать что здесь достаточно дрочный выку 3 именно траектория то есть не особо важно по сути как сильно вы отстреливаетесь как бы как вы какой нет не то что как сильно вас цель здесь как какой рот вы избрали для себя в этой части карты намного важнее что произойдет у вас дальше потом потому что здесь если вы начнете стрелять по этой стене то вы будете отталкиваться вправо и потом вам надо будет тратить время на то чтобы приклеиться к той стене так финальной потом от той ладно там еще слава богу как-то еще можно вырулить к тем стенам и так далее если вы будете отстрелиться от этой стены тут у вас тоже там говно спейсинге получается насколько помню то есть вы отстрелитесь от этой потом отстреливайтесь вот от той по моему а даже от той вы даже не успеете то есть вот этой вам придется или даже успеете в общем это тоже такой себе вариант самый самый хороший вариант то что не знаю был люк с этого рода либо он у меня его взял но я когда играл в и кутри ну начал играть я нашел для себя роут тупо по прямой в общем-то до финиша это было максимально эффективно то есть не то чтобы по прямой а как бы такими вот зигзагами потому что вы кутри у нас аэроконтроля нету и нас отталкивает от стен очень выстреляем как бы да и получается так что мы стреляем сюда стреляем потом в эту стену стреляем в эту стену здесь мы можем кстати сделать небольшой с ким этой стены и вылететь не в сторону а прямо и заюзать вот эту стену но большинстве случаев почему-то не знаешь как так вышло по чекам выпадала вот это по чекам выпадала лучше если я стреляю в эту стену потом в эту но в эту просто если я очень хорошо иду я я потом не успеваю стрельнуть, поэтому я использовал, ну, начинал использовать вот эту стену. Ну, я не доиграл вот это все. В общем-то, времени нету. Не так важно. Далее, здесь мы можем накидать также подсвяшек по вкусу, да. И от этой стены тоже важно отстрелиться под хорошим углом. Далее мы отстреливаемся от этой стены. И тут очень важно именно углы отстрела, потому что ну, таким, скажем, менее опытным выкутришникам будет тяжело такое провернуть, а более опытным это, в принципе, изи. То есть мы отстреливаемся, примерно зигзагами отстреливаемся здесь, стреляем от этой стены, либо делаем подсвяшку, но лучше стрелять, стрелять. Там можно 2400 выбивать с этой стены. Потом мы стреляем от этой стены. Потом стреляем от этой стены. И у нас тут все так получается по спейсингу идеальненько, что мы постоянно стреляем, постоянно, постоянно задействуем именно стены. Практически по КД, и это очень очень хорошо. То есть мы стреляем здесь, здесь, стреляем сюда. И далее мы можем попробовать успеть даже две ракеты здесь заюзать. Ну и по прямой дальше сюда вылетаем. По идее так. Ну и давайте, в общем-то, перейдем к демкам. Не будем затягивать. По традиции, начнем с ФКУ-3. Очень много демок у нас. Поэтому давайте, в общем-то, их и будем смотреть. Дром Мэйдж из Украины. 35,7. Новичок, как я понимаю. Так, спиной, спиной, просто без страха. Одну ракету пропустил. Ничего страшного. То есть, вот человек, явный пример. Карта прямая, почему бы мне не пойти прямо? Зачем нам вообще смотреть на карту, когда можно вот так вот ее пройти? 8 минут у нас... Ну ты серьезно? Ты не развернешься? Если ты хочешь приз за оригинальность, его не будет. Это не оригинально, это фигня как-то. Я не знаю, может быть, тебе действительно так было проще. Но, ну, выглядит прикольно, но, не знаю, надо было, конечно, стараться лучше и постоянно отстреливать от пола. Может быть, и легче в ИКУ-3, но неэффективно. Шарлон 25,5. Перебил сразу же на сколько? 7 секунд, получается. 7. 7-8 секунд. Вот какая-то тоже подсвяжка непонятная. Почему не используют стены? Ну, тут более... Шарлон более стабильно у нас отпрыгивает. Самый Шарлон. Бонжур. В ИКУ-3 В ИКУ-3 Ю-2 из Белоруссии. 22,2. Перебил на 3 секунды у нас Шарлона. Потому что юзал стены. Смотрим. Опа! Как перелетело. Вот, вот, стены юзает. Юзает, юзает. Стены, стены. Все хорошо. На рампу управляет. Здесь не стал стрелять. Здесь плохо отстрелился. Нормально. Чуть не вылетел бы. Ну, мог. Но надо было постараться бы, конечно, чтобы вылететь. Избежал у нас зацепления еще раз в рампу. И последний рокет тоже промахнулся. Сервер тайм. Я не успел устроить там что-то 20 с чем. Это было минут. Мог лучше, по-моему. Он мог намного лучше. Вот не надо. Тебя Жажу перебил. Ну, Юту, ну. Блин. Остыдись. Ну, что за фигня. Ты должен быть примером. А ты что? Присылаешь. Ты Шарлону только пример, что смотри, можно еще вот так плохо пройти. Типа, а ты должен... Ты же Юту, ну ты шаришь. Ну, алё. 21, Жажу. Жажу у нас, кстати, появился в беседе в Дискорде. Мы ему, если что, активно поможем. Малорисскими вопросами. И вот он, кстати говоря, будет использовать стены. Немножко кривовато, но тем не менее, он пытается хотя бы отстрелиться от всего подряд. То есть он не ждет. Лишних прыжков каких-то не делает. Человек просто старается реально набрать максимум скорости, используя все подручные средства. И это, кстати говоря, похвально. Так и должно быть, потому что на таких картах как бы так и надо выживать. Утри гикс перебил на 600. Ой, демок много так, наверное. А у меня вода кончилась. А-а-а. Ладно. Так, здесь уже более более прямые у нас отстрелы. Вот без лишних, видите, уже без лишних отстрелов, бесполезных, так скажем, которые могли бы быть у... Мои, точнее, не могли бы быть, а были у Жижо. То есть тут более стабильно, так скажем, нежели небрежно отстреливаясь. Какий ты пудрик гикс прошел? Миленю! Ой-ой-ой, Миленю, рад тебя видеть. Лекс, лекс, лекс. Потом следующий, я не знаю, почему я запомнил. Миленюм играет на моём конфиге. МолодЬчина. И вот, кстати говоря, отстреливается от стен. Мог бы там ещё от пола отстрелиться. Неплохие углы, кстати, от отстрела. Он себя совсем немножко откидывает в сторону. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как ещё зацепил, блин. Ой, ну Миленюм. Ну надо бы, Я понимаю, что у тебя очень классно получился старт Я понимаю Но, блин, ты так финиш запорол Чувак, братан, братишка Челик Или как там, угорали что-то Микрочелик На стриме угорали Ну, надо было улучшить, надо было А так, старт хороший, молодец Лекс-Лекс Немножко на 40 всего перебил На 48, это у нас 6 фреймов 6 фреймов Лекс-Лекс играет за бониса Отстреливается от стен Вот, кстати, вроде бы отстреливается, да? Но Как он отстреливается, это тоже важно На данном этапе уже Чуть не упал, кстати Ну, тут вот не заскимил, ладно, нормально То есть Тут вот, Лекс, если ты это смотришь Пожалуйста, потренируйся Именно над амплитудой То есть ты, наверное, заметил Что ты просто мышку не доворачиваешь И тебе рокер дает 100-200 упсов Это очень-очень мало Надо выбивать минимум 400 В ВК-3 как минимум В ВК-3, по крайней мере В ВК-3 И, в общем-то, чтобы потренировать Можешь найти у нас обучающий ролик По ракетам Там в основном ЦП Мы объясняем Но ВВК-3 это так же все относится Поэтому Ну, либо там, не знаю В Сити Рокет поиграй Какие-то рокет-карты в целом Пишешь вот так вот на сервере Если заходишь на сервер Find rocket Все, нажимаешь enter И начинаешь искать Как ли дальше? В ВК-3 Ну, если что, пиши в комментариях Мы тебе Поможем Я направлю к тебе человека Так, ВК-3 Старт не очень хороший Сделал, грубо говоря, лишний прыжок Отстрелы неплохие Там тоже мог бы от пола Отстрелиться Но 300 отстрел Неплохо, неплохо Вот, но 300 отстрелы Это уже Куда не шло Это уже хорошо Вверх 700 И здесь 3000 Да, все, все отлично В ВК-1 Просто нормально Пару лишних прыжков Правда, сделал Но ничего страшного Headhunter Луганский у нас Опасные луганские ребята Так, старт более активный Об пол Нет, об пол не будет Почему-то не рискует У нас, ребята Нам стрелять об пол Не мог успеть Попасть в ту стену В правую Но решил не рисковать Видимо, потому что Все хорошо получается 2700 у нас на финише 17.3 И вырулил он только потому что Честно говоря, даже не знаю почему Скорее всего Отстрелы просто более ровные Тректория была более хорошая А так По прыжке тоже лишнее делал Поэтому Такое Серву в код Приветики Немножко перебил Headhunter Давайте посмотрим Смотрим Смотрим Вот от пола отстрелился Молодец Молодец Насмотрелся Стримчиков Убудит он Насмотрелся Сразу Иду Правда Под себяшки Такое Здесь Но тем не менее Они как бы Иногда давали скорость 17.3 Очень даже ровненько Хорошо прошел Так что Это самое Как говорится Большой Большой молодец Я просто мышку почистил Лунтик 16.8 Открывает у нас 16-секундный топ Лунтик Ауэ 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 Лунтик Ой-ой-ой Какие отстрелы Лунтик Лунтик Что ж ты делаешь Я думал Сейчас похвалю Скажу Смотрите Вот Берите с него пример Ну вот Вот это вот Явный пример Когда Я понимаю Что Лунтик В последнее время Испытывает проблемы С мотивацией Играть Ему не хочется Ему Поднадоело Это бывает Я это прекрасно понимаю У меня у самого Сейчас такой же период То что мне абсолютно Не хочется играть Обзоры естественно Я буду для вас писать И какой-то контент делать Но Играть Как-то участвовать Уже в этих Что-то трочить Сидеть эти рекорды Уже честно говоря Не хочется Возможно я пострел И уйду Наверное Полностью с головой В организацию И будут делать Для вас просто турниры В общем-то Лунтик Старайся лучше Брата Давай Возвращайся в строй Ты еще не такой старый Как я Дядя Вуди 9 лет отпахал Ты давай Ты это сам Так Вулканоид Неплохие Кстати говоря Стрелы От пола От пола В минус 100 Себе дал К сожалению Поэтому возможно Никто не стрелял Толк Ну что Все бывало Минус 100 Но Вулканоид Рискнул И По крайней мере Заслуживает Уважения И К сожалению Последнюю ракету Пропустил Мог бы Мне кажется Мог бы еще Подулучшить Тем более Что бы была ракета Была ракета На минус 100 И в конце Так запорол На самом деле Если бы просто Пролетел Если бы Не запорол Ту ракету На центре И сделал бы Попал бы ракетой В конце Он бы перебил Хардкор Он бы единственный Был кто сделал Возможно 15 секунд Давайте посмотрим Хардкора Который сделал Плюс 400 От волканоида Я надеюсь Запись идет Эй Там на премьере Как Как ваши дела Так Неплохие отстрелы 22500 2700 2900 Ну и здесь Ой Ну пропустил ракету 6 минут Вообще Сервертайм Ну скорее всего Зашел Там было Наверное В поту Играл Сиелю И вот Вот правил Вот такую Демку В общем-то Хардкору тоже Надо постараться Лучше Как и лунтику А волканоид Молодец Единственное Надо было Перепредить Скополамин 14.9 Пропустили у нас Выкутришники 15 секунд Горят 15 секунд Для лохов 15 секунд Это не для нас Так Очень хорошая Отстреляла Скополамина В пол попал Но всего 20 упсов По-моему Ему это дало Это не очень Прикольно И вот И вот Кстати говоря Очень-очень Хорошая Отстрела Одна ракета Молоко Лучше Выкинул ее В рампу И в стену Тоже очень Криво попал Всего лишь На 200 упсов На 300 Мог бы 400 И больше Выжить Потому что Там уже Прямая Там уже Без разницы Я так понимаю Что просто Поторопился Видимо Плюс 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 Рукой Как мотнул И все Промахнулся Ну смотри Что случилось Сенат Перебил Скополамина На соточку Давайте посмотрим Я передостроил Немного Микрофон И потихоньку Буду его Поднастраивать Под вот это все Подстрелы Очень хорошие У Сената 2.800 Чуть меньше Чем Скополамина Но Последняя Ракета 3.300 Ну тоже Тоже Как бы Такое Типа Они примерно Одинаково Прошли Но Сенат Видимо На каком-то Этапе Был чуть Быстрее И поэтому Все так Произошло 13.8 Прки-поп На секунду Очень-очень Классные у нас Отрывы 14 секунд 13 15 Вообще Нету 16 14 13 Очень интересные Такие отрывы Так Уже Вот Выкинул бы еще В пол Вообще Был бы красавчик Прки-поп 3 3.300 Нет 3.200 Здесь Не попал Не попал В рампу Кстати Вот этот Отстрел В рампу Он вообще Очень много Решает Он может дать Очень много Скорости На самом деле Потому что Вы падаете На рампу Рампа Вам дает Скорость И еще Вы с ракеты Можете себе дать Хоть как-нибудь Даже если Побудете Там на 100 Это очень-очень Большой прирост Скорости Будет Поэтому Поки-поп На самом деле Мог бы переиграть Но я понимаю Что ты Ты реально Старался Я так понимаю Вот это все Я тебя Я тебя Грубо говоря Хвалю Но Все равно Нужно было Попытаться Переиграть Попасть в рампу А так Отстрелы Очень хороший Молодец Пуш за темпо Из Юсы Лжи Сикс Е Куда-то пропал У нас С радаров Ну Ничего страшного У него Тоже Очень хорошо Получается Вот он Кстати Отстрелился От Сины Вот Вот и первый Человек Который Идет По центру Тристой Здесь В рампу Опять же Не попал Видимо Немножко Амплитуда Все равно Немножко Нет Точно И вот Он Промахнулся А так Прошел Очень даже Ничего Люк Плюс Соточку Сделал Так 1200 600 900 200 700 2900 Попал Немножко В рампу Ну Такой Как бы Консервативный Ролл Для так Альмера Наша Цена Соточку Перебила 13.6 Ниса Георгиевна Добрый день Вечер Ночь Что там У вас Так 1700 С подсебяшкой 1900 2200 Хорошие Отстрелы 3100 Здесь 4 Нет Окей Окей Я понял Я тебя Понял Ты Финиш Вообще Прям Ну Ты сама Все Я думаю Знаешь Да Как бы Начало Вообще Класс Ты конечно Немножко Там С подсебяшкой Но я так понял Ты просто Решила Наверняка Чтобы она У тебя Получилась И как бы Выбрала Для себя Тайминг И в него Кидала Я понимаю Можно быстрее Но Ок Но вот Финиш К сожалению Вот Финиш Финиш Не финиш Альмера Надо было Стараться Лучше Монстрик На сломанной Мышке На стрелочках У нас Просто На Тачпаде 13,6 Хорошая Отстрела 2600 2900 Здесь От пола На соточку Здесь Стену Завязываю Еще От пола Хорош Хорош 3900 Нормально Нормально Вот Нормально Выбрал Опять же Видите Он Тут На таких Картах Очень сложно На самом деле Искать Роуд Потому что Ты Выбираешь Более удобно Ну по крайней мере Веку 3 Да я имею ввиду Потому что Веку 3 Он такой более На таких картах Он более Противный Надо прямо Что-то Пытаться Искать Делать И так далее И Я многих Здесь пойму Потому что Они Ну их таймы Да я понимаю Что они Скорее всего Даем другой Роуд Они смогут Лучше Но Тут суть в том Эта карта Что она Достаточно Неудобная Для того Чтобы адаптироваться К новым Роудам Она слишком Неудобная И на мой взгляд Люди Они находят Один роуд Допустим Ну К примеру Монстрика Возьмем К примеру Просто Я тебя уважаю Рок Вот это все Давай Типа я тебе руку Сейчас такой Пожал Ты мне налил водочки С винцом Я не знаю С чем-нибудь С виноградом В общем-то И Ты нашел Роуд И Ты его не меняешь Ты его просто Максишь 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 И считаешь Что это норм Роуд И все Как бы Этим Это вот Кстати Основной промежуток Грубо говоря Между Про И Миддл Игроками Потому что Миддл Игроки Максят Роуд Который находят Который они могут сделать А про игроки Они ищут Типа Более Оптимальный Не под свой Типа скил Уже Пытаются найти Просто Более быстрый Какой-то Нереальный Путь В общем-то Ну Затянулось Немного Объяснение Но Суть Надеюсь Ясна 12.2 Хейст Топ 3 Занимает Поздравляю тебя Хейст Перебил Монстрика На 400 Давайте посмотрим Роуд Скорее всего Точно такой же Все 13 секунд Один Тот же Роуд Отцелил Раз Два Три А Вот Он даже Перемещался К другой Стене Две Ракеты Пропустил И третью Подсебяшку Тоже Пропустил Роуд Типа Околотоповый Но Опять же Тут Он Достаточно Неудобный Это Во-первых Тем более Что он Удлинял Себе Дистанцию Перемещаясь К левой Стене В арке Тем не менее Третье место Занимает Большой Молодец Кенекс Из Ада Почему-то Тебя Пус Укусил Или Что Шпили Вилли Некс Еее Так Отличные Отстрелы Хорошая Подсебяшка Две Сто Здесь Отстрел Стрел Две Девятьсот Две Две Двести Хорош Две Пятьсот Ай Ракету Ну как Так Ну ракету Ну Ой Ну Кенекс Ну что Так Так Ракету Ну тем Не менее Второе место Вообще Красава Почти Хейза Перебил Не на Не На Немножко Но мог бы Лучше И Декс Давайте Посмотрим Как раз Тот Самый Роут О котором Я говорил Первое Место Поздравляем Тебя Декс Большой Большой Молодец Да Вот Грубо говоря Заскинул Две Девятьсот Две Двести Две Двести 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 Здесь Очень хорошая Ракета Кстати Под себя Мог бы Быстрее В общем То Я думаю Он со мной Согласится Если Я скажу Что надо Одиннадцати Девять И Я бы Даже Задрачивал Но Честно Горяч Лень Так что Всех Поздравляю Все Молодцы Демки Достаточно Прием Что-то Мало Демок Как будто Нет Сейчас Секундочку Тридцать Семь демок Должно быть Ну-ка Считаем Ну-ка Давай Считаем Раз Два Три Четыре Пять Да ладно Я шучу Че Дебилы Что-ли Считать Какие Есть Такие Есть Я скачал Сайт Овощ Ничего Не знаю Если Шок Нос Обращаемся На 64 Уборщица Пятерочки Демки Я Переименовываю Теперь Не ленюсь Переименовываю Демки Чтобы Никого Не пропустить Так Поверху У нас Избрала Путь Уборщицы Пятерочки Великая Уборщица Между прочим Нихухры-мухры Подсебяшка В никуда Естественно Ну это Какой-то Троллинг Это Какой-то Троллинг Я бы дал За оригинальность Если бы Уборщица Действительно Прошла Быстро Поверху Потому что Как бы Очевидно Да Но Не знаю Я комментировать Такое не буду И Дромейдж Который у нас В К3 Занял Крайнее место По-моему 23.3 Занимает ЦП 36 Уже не обидно И Также Задом Остановился Там было Не знаю В чем Прикол Ну Я понимаю Так Так проще Но Блин Если хочешь Проще Можно играть В косынку Типа И Как бы Если по делу Если проходить Даже так Так можно пройти Достаточно быстро На самом деле Но Тут суть в том Что Нужно чувствовать Очень хорошо Прыжки свои И вот мы видели То что он Вначале приземлялся А потом нажимал Прыжок и отстреливался То есть он терял На земле скорость И заново Ее Начинал набирать По сути Таким Роутом Если бы он Постоянно Ввел набор В скорости Он бы мог Наверное Где-то около ЖЖО Находиться Но Как мы видим Не повезло Не фортануло 21.5 Эрбергер Интересный Ник С аршиком У нас гоняет Неплохие Отстрелы Как будто бы ВК-3 Ну неплохо Неплохо Учитывая Что он Новичок А скорее всего Новичок Либо где-то Играл в подполье И вылез Так скажем И финиш Просто не отстрелился От пола Просто дострейф Неплохо Неплохо Отстрелы Как бы Амплитуда Более-менее Хорошая Именно Поворот К стене Но вот Как-то в целом Я думаю Если тебе это интересно Поиграй Опять же Какие-то комбо Рокет-карты В целом Стрейф Поиграй Стрейф Тоже очень полезен Жожо 17.8 Неплохой Достаточно Уже Таймлоз У Жожо Just kidding Говорит Кинул Две ракеты Естественно Ни одну Он не поймает Хотя было бы эпично На самом деле Я бы дал ему Даже приз За оригинальность Но За оригинальность У нас Никто не получит Сегодня Я так думаю Ну неплохо Неплохо Несмотря на то Что как-то Немного Опять же Небрежно Отстреливался Очень даже Неплохо Получилось 720 722 Ну Отстрелы Неплохие Под себя По крайней мере Не такие Бесполезные Отстреливается Синероги Пропустил Ну как-то Как будто бы Прям вот Не старался Просто Отвели Галочки Отправил И все Юту 16.8 На 400 Перебил У нас 7.2.10 Вот здесь Основная проблема У Юту Она четко Выражена Я хотел сказать У 720 Но Он вроде как Нормально Начал стрелять Юту Отстреливается Ну давайте Я даже Покажу Он отстреливается Под Не тем углом Абсолютно Не тем углом Я понимаю Возможно Так проще Контролить Но Чувак Привыкай Сразу 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 Нормально Привыкай Он отстрелился Вот так Вот То есть Он Вот он Кидал У него Там Дай бог 200 Упсов 300 Как-то Но он Типа Вверх Себя Просто Кидал И все 200 300 Упсов А нужно Под прямым Либо Чуть там Ниже Да Ну то есть Более острый Должен быть Угол По крайней мере Так Так Эффективнее Гораздо Поэтому Ну Сделай выводы Для себя И тренируйся Тренируйся Именно Над Вот этой Амплитудой Чтобы Более ровно Миллениум 16.7 Вот опять же Подстрелы Они Они как бы Себя вверх Кидают Они теряют На этом Там Я понимаю Что это В целом Типа Не критично Я понимаю Но Я же тут Сижу Для чего Чтобы вам Помочь В большинстве Случаев Как бы Понятно Что Я понимаю Что иногда Я говорю Полную Хуйню Но я стараюсь Говорить Искренне От души И с помощью С С С С Аурой Помощи Так вот Отстрелы Вот такого Типа Мы видим Что их Вот здесь Уже нет Да По тайму Сразу Типа Но отстрелы Такого типа Они Очень медленные Потому что Вы тратите За всю Карду Вы может быть Около Полутора Тысяч Упсов Потеряли Ребят Потому что Вот сколько Вы ракеткинули Десять К примеру Возьмем Десять Вы на каждой Ракеты Допустим Пятьдесят Упсов Не добрали Это уже Пятьсот Упсов А если Не добрали По сто Упсов Это косарь Это Это очень Много Как бы На дистанции Так скажем На территории Дефрага Это Охуеть Как много Поэтому Старайтесь Лучше Ребят И Прислушивайтесь К мнению Меня К мнению Меня У вклада 13.9 Вот Вот Более Вот Я о чем Говорю Оп 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 Уже Более Ровная Гораздо Более Ровная Амплитуда Очень Резко Прямо Я себя Вспомнил В Золотые Годы Ну Ну Нормально Очень Очень Хорошо Мне понравилось В Вейл Вале Та-та-та Прямо Съедет Даже Почти ГБ Там Было Сдел Да Забавная Ситуация Здесь Отстрелы Конечно Хороший Контроль Хороший Но Типа Это вот Абсолютно Такая же Ситуация Как у Миллениума С Юту То есть Эти стреляли Вверх Эти стреляют Вниз И за счет Этого У него там По 300 Упсов Конечно Суть еще Не только Типа В направлении Вверх Или вниз Суть еще В другом В как бы В Не вертикальном А в горизонтальном Угле отстрела Но Как бы Надо привыкать Все таки Конечно Отстреливаться Более прямо То есть Без необходимости Отстреливать себя Вверх или вниз Делать этого Не нужно Потому что Вы теряете Очень много В скорости Но это Фреймод рочный У нас здесь Троица Фреймод рочная Почти что Голландский Голландский 13.9 Да Вот Неплохие У нас Весп Стайл Ракеты 500 Вот Пожалуйста Вот Более ровная Амплитуда Более ровные Углы Хотя 300 Упсов Сейчас Я кинул Ну то есть Нужно Нужно Это просто Я не говорю Что нужно Сейчас Идти Носить Рокет Затрачиваться Следить Прямо За своими Углами Нужно Просто Больше Тренироваться И пытаться Для себя Вот эту Вот Привычку Так стрелять Искоренить Нужно Просто Об этом Думать Нужно Помнить О том Что Вот Тут я Стреляю Неправильно Нужно Нужно Пытаться По другому И потихоньку Ломать Себя Переступать Через себя И стрелять Уже Отлично 12-5 Дукич Он же Дукачет Он же Дикафо Наверное Да Из И пока что У нас кстати Старт Очень медленный У всех Вот он Примерно Избрал Вокутрипуть Да Но Отстрелы Опять же Как мы видим По амплитуде Отстрелы Не очень Ровные Я так понимаю Что У Дукача По моему Была Нормальная Амплитуда Я так понимаю Что он Вначале Типа Он Он Правильно Поворачивает Мыш То есть У него Хороший угол Выставлен Но Он стреляет Уже Когда Мыш Поворачивает Обратно И у него За счет Этого Получается Что Немножко Угол Смещается И он Получает Намного Меньше Скорость Это то Что я Смог заметить По крайней мере Так кажется То есть Он стреляет У него Отстрел Пашка Из Санкт-Петербурга Пашка У выделяет Выделил Как Мишка Писал То есть Гипер И пуске Отстрел Но Опять же Три ступсов Опять же Три ступсов Столпсов Столпсов Четыреста Ладно Еще повезло Здесь Грубо говоря Три ступсов То есть Опять же Тут вопрос Угла Уже Тут вопрос Уже Горизонтального Угла Идет То есть Положение Ракеты По отношению К стене Не вертикальный Не вверх-вниз Уже стреляет Стрелял Достаточно Хорошо Хорошо Держался Но Опять же По углам Под стрелом Не самый максимум А так Как бы Ну я Я не думаю Я просто не думаю Типа Сейчас кто-то Типа Че ты ко всем Доебался Как они стреляют А тут к чему Доебываться Ну типа У всех Роуд один Грубо говоря Тут просто Летишь по прямой Каждый стреляет По стене По которой ему Удобно И по которой Он нашел Под свой Спейсинг Единственное Можно будет Обсудить Как Икарус Плохо словил Ракету Наперед И все Варпак Возможно Тоже словил Вот и все То есть Ну В общем-то Я Окей Дальше 13-1 Лолипоплиниус Десятая У нас Девятая Какая там Неделя Варкапов Шла Девятая Неделя Нашей Телестройки Так Подсебяшка Неплохая Но здесь Без надобности На самом деле Но тем не менее 300 Упсов 300 Упсов Ну там Наклонная Ладно Там я Как бы Здесь Вот 500 Ну Практически 500 Ну нормально Нормально Вот Более Вот Вроде бы Да Разница Там он Где-то Тем более Лолипоплиниус Стрелял У нас Подсебяшки Которые Дают намного Меньше Упсов Чем Если бы он Стрелял Под стены И За счет Того Что у него Более Ровная Ровная Отстрелы В плане Угла То есть Он получал С ракеты Немножко Больше Он Видите Какая сразу разница 300 А 300 На карте В 10 секунд Это Дохуя Дед Ради чего-то Нам прислал 13-1 Давайте посмотрим Но результат Садили Деда Неплохой Потому что Дед у нас Толком Не играет Ой Один Рокет Пропустил Ой Ну Федор Ну Шо Такое Федорок Ну Дед Ну Ты Че Ну Е-мое Ну Что Такое Ты Ради Чего Прислал Ради Чего Дед Ай 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 Очень Некрасиво Плей С На Масковская Я Так Понимаю НСК Или Из Носка Просто Так 500 Еще 500 Один Рокет Пропустил Здесь Сотку Всего Ну То Есть Ну Вот Они Очевидны Да Очевидно Вот Тут Он 500 Ровно Слился Там 100 Тут Не попал И так далее То есть Такие моменты Тоже Лучше А тут Уже Вот тут Вот на этой Демке Вступает Правило Лучше Не торопиться И пройти Типа Чисто Не пропуская Ничего Потому что Отстрелы Ровные И Даже Просто Пройдя Может быть Немножко С виду Немножко Медленнее Но попадая Каждую Ракету В нужное Место Ну Типа Он Он бы мог Сделать Гораздо Быстрее То есть Вот тут Опять же Он поторопился Понятно Что когда Ты видишь Там Условно Горя Плюс 500 Ты начинаешь Надо Надо Это пройти Надо пройти Отправить Рек Рек По сцену Это Классно Это Крутое Ощущение И потом Ты сидишь У тебя Руки Трясутся Как будто У тебя Похмелитый Алкаш С Десятилетним Стажем Но Алкаш С Десятилетним Стажем Здесь Я Поэтому Слушайте Что я вам говорю Десятилетним Хардкоре Хардкоре Тебе вроде как Лунтик Или кто-то Пытался До тебя достучаться Чтобы добавить Тебя в нашу беседу Потому что Ты вроде как Был заинтересован Отстрелы Неплохие Старт Медленный Здесь Стопсов Получил Здесь Некритичная Наклонная Ну Нормально Можно Лучше Опять же Какие-то Ракеты Хорошо Какие-то Плохо То есть Где-то Понятно Что где-то Неудобно Отстрелиться Где-то Удобно Но Я вам Говорю Просто Я К чему Самозащищаюсь Сейчас Чтобы Вы не Говорили Мне Что Какие-то Не знаю Чтобы Вы мне Не писали Всякую Хрень Я Пытаюсь Вам Помочь Я Просто Говорю То Что Вижу Так Слишком Слишком Иван Космобукин 11.9 Первый Открывает У нас 11 Секундный Топ Иван Космобикер Красавчик Так 900 1300 По 400 У нас Получает 400 400 Здесь Очень Долго Менял Стену Отстрелы Вот Здесь В конце Неплохие Еще И под себя Под конец Стал В целом В целом Хорош Старт Медленный Дорожку Надо было Выиграть Более Прямую Включайся Демка Спасибо Булка Вилка Дилка Дулка Отстрелы Менее Ровные Но Разница Основная Как раз Таки В роуте Потому что Вилка Он Отстреливался Так скажем Более По прямой А Иван Что-то Туда Сюда Повернул То есть Он Немножко Зигзаг В целом По карте Шел И где-то Там Полетел Еще В арке В ту сторону Куда-то Полетел И так далее Это все Очень много Времени Отнимает На этой Карте Поэтому Даже Если Стрелы У тебя Лучше Но Траектория Не очень Тебя Может Такие Вот Люди Могут Тебя Перебивать Волка Вообще Че я перед вами Оправдываюсь Смотрите Обзор Наслаждайтесь Опа Наперед Ракета Пошла 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 Опа Поймал На 0 Упсов Красавчик Так 3400 Но на самом Деле Мы видим Что Последняя Ракета Кроме Кроме Самой Последней Не очень То есть Вторая часть Карты Достаточно Такая Слабенькая Но Старт Очень даже Ничего Очень бодро Выглядит Еще и ракету Мог Но К сожалению Не поймал Не знаю Хотел ли он Ловил ли он Когда нибудь Ее Я надеюсь Что да И человек Чья фраза Занимает Сердечко В моем Месте Точнее Место В моем Сердечке Это то Что Дефраг Единственное Место Где девушка Рада Тому Что ты Быстрый 11 С3 Take 5 Рад Тебя Видеть Брод Упс Извиняюсь Так 900 400 800 2200 600 Так Ну пока Слушай Неплохо Неплохо Он Вот Че за Человек Он не играет Он По-любому Не играет Он Сидит Там В свой Апекс Наверное Дрочится И присылает Сука Такие Демки Ну что За дела Это Ну-ка Все Следующий Варкап Если Вдруг Take 5 Отправит Демку Вы должны Перебить Его Вы должны Думать Наперед Ага Take 5 Вот у вас Вы сделали 11.8 Вы должны Думать Ага Take 5 Сделать 11.7 Вуди Сказал Таргет Таргет Вуди Сказал Перебить Триггер Триггер Все Перебиваем Take 5 Потому что Это Не Честно Человек Не играет Стреляет Ракеты Неплохо Все У него Классно Привет Take 5 Полибра Полибра Из Рф Рф Из Вот этого Ле Экспонат Неплохо Так Поехали Начинал Не спеша С ГБ Это пока Что Самый Быстрый Старт В истории Этого Варкапа Пока Что 3.800 Ну Вот 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 Хорошие Ракеты Никуда Не торопиться Просто Взял И сделал Вот Красавчик Но Холли У нас Опять же Тоже В основном В инактиве Находится Поэтому Я думаю Для Холли Не нужно Братан Не смотри Наверх Не смотри Наверх Смотри Вниз Единственное Место Где лучше Смотреть Вниз Смотри Вниз Смотри Вниз Сколько Тут Людей Смотри Вверх Сколько Тут Людей Не смотри Вверх Все И смотри Вверх Все Все У тебя Нормально Сенат 11 и 2 Ух 11 и 2 Так 900 Ну старт Старт Меледноватый Конечно Хотя Отстрелы Как бы Более Более Частые Отстрелы Более Частые За счет Этого Конечно Восьмидесяточку Это я джон Но Нормально Нормально Вот уже Начинается У нас Хорошая Хорошая Демки И лунтик Лунтязк Лунтиск Лунтиск Лунтик Хохлон Вот это все 1-1 Так Тысяча Нормально Нормально Ну видно Что ЦП Он потратил Гораздо Больше Времени Под себя Последнее Молоко Потому что Нужно было Ее кидать Чуть ниже И позже А в целом Очень даже Мне понравилось Торнер 1-1 Кстати Лунтик Прошу обратить Внимание Что ты почти Перебил Торнера Если бы ты Постарался Чуть лучше Ты бы его Перебил Тоже начинал Не спеша Грубо говоря Почти Почти С 2 ГБ Ну вот у Торнера Какая основная Ошибка Ребят Как вы думаете Ну-ка Напишите Мне в чатик Напишите В комментариях Какая Я акцентирую Стрелиться Покодэ Он потерял Очень много Времени Шарлон Я его Стрелиться Стрелиться кипиш и любил все-таки шарлон ну то шарлон реально очень хорошая амплитуда так 1800 2 300 2 700 опять же здесь много времени кипиш потерял на то чтобы переместиться к другой стене зачем-то это сделала 4 800 ну неплохо неплохо чисто за счет скорости в затащил а так очень плохо кипиш неплохо но очень плохо хухала 11-0 красавчик красавчик хухала мало т.с. ой хорош как хорошо просто просто отлично пролетел сделали они один тайм с кипишем но ничего страшного опас от ас-туту-туту-туту-туту-туту-туту-туту меня youtube не звонить надеюсь так 500 500 400 400 500 не стрелял там такой кинул на не стрела нормально нормально очень тоже хорошо открывает у нас 10 секунд топ 10 секунд на самом деле это уже очень и очень круто 10 секунд кстати говоря топ-10 как бы это не казалось смешным как бы это не было веселым а веселым это и не является кто-то смеялся сейчас вот лох рж рл 10 9 и топ-10 занимает очень классно я считаю это очень круто метрикс 10 696 косарь 1900 кстати старт очень хороший очень хороший старт еще рампу зацепил ой 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 какие отстрелы биатрикс вот это да нормально 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 ой очень очень даже ничего очень сильно выглядит очень сильно альмера и билл занимает восьмое место восьмерочка так стать так 500 900 2 400 2 900 почти очень много скорости потерял на очень много потеряла но вот этих вот туда-сюда коньях там в этой арки я понимаю что там немножко волнительный момент но не надо но в целом нормально в целом хорошо тут уже все уже у нас все хорошо х из 10 и 5 очень классные отстрелы и 200 до нормально но очень хорошо все пошла пошла жара рейн все бомбим бомбим поехали рейн давай рейн покажи нам руки то берет сделай его виду листин сервертами 73 давай пошел 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 об бум словил на соточку буквально а то и я ну может побольше на отстрелился не очень хорошо целом дала конечно плюс но не очень большой но ракет усложил это пока что первый демка у У нас с ракетой наперед. Словленый. Немножко. Так что да. Рейн. Красавчик. 10.3 прокипоп. Угу. Вот. Словил получше. Но потом отстрелы ракетой. Ну, кстати, хорошие отстрелы ракеты. Но, да, ладно. Не очень хорошие. Но, тем не менее, он как бы финишировал. И реально получилось очень круто. Пус с Галапагоса какого-то фига. Опять же, все еще с Галапагоса. Абсолютно непонятно. Без ракеты наперед, между прочим. Просто на скилухе. Горит ракеты наперед для педиков. Я буду, говорит, так играть. Ну и правильно. Все. Вот. Изи. Опа. Прокипопа на 2 фрейма. Все. Изи. 3. Да? 3 фрейма. 4. 3. 3. 3. Коша. Возможно, тоже без ракеты наперед это все дело сделал. Без ракеты наперед можно 10 и 1, по-моему, сделать. Можно выжить. Если четко каждую ракету гидать. Да, тоже без ракеты наперед. Просто 1500, 1900, 2400, 800, 3300. И 800 еще на рампу попал. Там 3 900. Здесь 5... Что? Что? Винишировал? Аааа! Что за лол? Коша. Зачем? Зачем, братан? Ну ты... Ну подвенься, ты к стене. Стрелись. Ну, алло. Неплохо. Ну топ-3. Красавчик. Поздравляю тебя. И варпак 10 и 0. Второе место. Да, вот. Без ракеты наперед. Пожалуйста. Очень, очень. Просто, просто на скилухе. А все почему? Потому что варпак андет. А Икарус не андет. Икарус что? Хочет Икарус в андет вообще или нет попасть? Вот у меня такой вопросик. Напиши-ка нам в комментариях в дискорде, вконтакте и на телефон по номеру 348-13-29. Если я получу по всем этим источникам информацию, что ты хочешь попасть в андет, мы с тобой свяжемся. Мы тебе перезвоним. 9 и 8. У эффекта модельку спер. 2800 И 500. Да, нормально. 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 Очень хорошо цвился. И давайте не будем затягивать, посмотрим в таймскейле. Посмотрим текса, естественно, в начале. Давайте 07 взял. Очень ровный отстрел. 2 500 здесь. 2 900. Ну, за счет вот этих ракет у меня финиш, конечно, не очень. Финиш. А, ну, у него финиш не очень, потому что минус 100. Ну, ладно. И Икарус. Давайте, вот, я хочу на ЦПМ именно акцентировать, потому что на ЦПМ это крайне важно. Вот это именно отстрелы. Вот это все. То есть вот он. Давайте я сделаю помедленней. Отстрелился. И пошел. Вот. 1000. Это хорошо. 500. Это хорошо. То есть он выбил 500. Но здесь не так критично. 1900. Ловит ракету. Мог бы получше, кстати, словить. Здесь тоже хорошо поймал. Очень еле-еле чуть не зацепил. Тихаточку. Нормально. Здесь. Вот здесь вот он немножко не довел. И мог бы чуть больше выбить скорости. А то есть ГБ вообще сделать. Ну, нормально. Нормально, да. В целом, наверное, где-то 9.6 можно выжить. Но, опять же, кому охота этим заниматься. Ты же мотивирован на время прохождения этого варкапа. Это, к слову, о том, почему еще не играют до ФВЦ. После ДФВЦ. До ФВЦ-карты не играет почти никто, кто участвовал. Кто там минимум топ, не знаю, 20 занимал. Потому что они дрочились на них. Они там каждый пиксель что-то вынюхивали. Поэтому вот такое. Давайте перейдем в брозер. Итак, брозер нам гласит, что у нас прислали 23 демки ВК3, ЦПМ 37. По рейтингу Дед минус 3, Торнер минус 4. Остальные, в принципе, все кто-то в плюсе. Кто-то просто. Узик у нас в ноль. Потому что, вот... Ну, потому что, говорит, Рокет на период для педиков. А Нос как раз играл с Рокетом на период. И вот, но... Все-таки в демократичной стране живем, как-никак. Will the horse. Окей. В общем-то, такие вот демули. Стартовал у нас следующий уже варкап. Бак Джанк. Дэв опки лобс 0 разрешенной. Честно говоря, даже не видел, где это топ. Че, какой оп. В общем-то, карта достаточно классная. Всем советую поиграть. Сложно было сраться, да. Старайтесь. Стоило запретить. Как пошли мапы. Красавчик! А, плюс. О, во, же, имею-е-е, тебе. Берешь, короче, скорость в квад, патроны, летишь до финиша. Да. Но нет. Сейчас буду ровуту палить в комментах. Вот, идти, молодец. Волоконоид. Классная карта. Можно без рука. Можно, 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 можно. Бак достаточно постарался. Достаточно хорошо постарался. Карта реально очень классная. По крайней мере, в ЦПМ. Очень динамичная. Местами, конечно, особенно финиш. Уебищная. Но... Нормально, нормально. С пивом покатит, с пивом покатит. Ну и, в общем-то, все, ребят. Всем спасибо. Всем всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok